доброго времени суток с вами вас байт и в этом видео уроке мы поговорим о том как кибер преступники обходят двухтапную авторизацию или же о том как милиция полиция может за нами следить взяв наш телефон по подозрению в чем-либо как уже рассказывал семён то что во первых могут поставить какую-то заплаточку виде какого-либо устройства прям шить его туда и она будет нам причине нам например полиции передавать какие-либо данные наши телефоне это первый вариант и второй это когда восстанавливать туда непосредственно троян что ж по поводу того как кибер преступники получают доступ к аккаунтам где он используется двухтапная артификация существует различные числа точнее различные способы их различное множество и один из них это фишинг фишинг с использованием социальной инженерии то есть нам впаливают какую-либо формочку под видом настоящего сайта и пользоваться туда вводят включая тот же самый год двухтапной артификации по поводу социальной инженерии это вообще тема отдельная для тех кто хочет углубиться недавно кибережи рекламировали курс я вам покажу называется он социальный хакинг на платформе вот этой вот ну кто хочет собственно можете посмотреть он там не такой дорогой информация довольно-таки цены что ж по поводу второго способа у нас идет это черные операторы когда покупают черного оператора это быть обычный сотрудник который работает в сотовой связи то есть обычно их еще там подбиваем под теле 2 и так далее и они могут делать дубликат симки либо выгрузить какие-то логи либо вообще предоставить какую-то информацию и как-то раз я уже проверял эту схему соответственно покажу вам пример подобной выгрузки то есть вообще в принципе могут сделать дубликат за n-суму или получить эсэмэсочку ну как просто при настроив ретрансляцию эсэмэски или звонка вот примерно так выглядит лог если мы посмотрим программу здесь принципе даже паспортные данные видны тариф абонента его баланс сколько там на телефоне чего лежит у человека некоторые данные здесь дома чтобы не было их видно сам черный оператор я не знаю как его зовут нашел это на darknet форуме каком-то ну примерно вот так это может работать и в принципе здесь может спаси например у телеграма какой-нибудь облачный пароль когда просто-напросто будет у нас дополнительная защита но это ребята возможно в том числе и по банкам выгрузка счета и так далее все это продается наши данные сливаются теперь ребят давайте поговорим о том как все-таки хакеры могут обходить на во первых может поскольку мы на курсе андроида мы можем случайно ставить всяких троянов ребят скачивая откуда-нибудь незнадежных источников поэтому будьте аккуратны приду вам сейчас один простой пример выполнил команду ну во первых нам надо будет смотреть наши пи адрес но для начала мы выполнили команду мс в консоль вызовем собственно метасплойт я не хочу поднимать никакой веб-сервис нажму но вообще в коллегу нас обычно это уже установлено но мы просто будем пользоваться я его установил в бунту и поэтому будем пользоваться именно здесь сейчас запустится и мы продолжим давайте дополнительно открою второй терминал пока что и здесь вот веду заранее команды в конфиг чтобы посмотреть конфигурацию наших и адресов ждем пока запустится метасплойт как я уже сказал в коллегу он поставляется в бунт надо будет установить самим но в этом ничего страшного нет что ж вот у нас запустился наш метасплойт здесь давайте мы сейчас во первых идем домашнюю директорию посмотрим вот здесь у нас есть некоторые файлики мы давайте здесь выполню команду мсф веном из генерируем специально android файл который например потом хакеры или принципе менты могут поставить на телефон пишем android так главное не ошибиться android слэш и метр так вот так вот по моменту при тогда может просто ошибиться в букву бывает ошибаюсь а поэтому нужно смотреть внимательно используем ли так и реверс и цепи собственно мы будем использовать пайлоут вот с таким вот названием и дальше нам необходимо будет указать локальный хост указывается он через его хост равно и нам нужно посмотреть наш айпишник вот я подключен к вайфаю и вот мой айпишник я беру его сюда и вставляю сюда дальше пишем эл порт это у нас наш порт ну мы здесь укажем допустим 53 21 хотя можно указать какой нити другой и дальше указываем параметр r и вот такую стрелочку куда по каким названием будет сохранен файл ну назовем его например май . а пока вот следующий образ теперь нажимаем n и ждем здесь он у нас ругается что у нас переменная окна с цельковь и наиболе гости так так что-то слишком много чего выгулять эти кого-то подвину для удобства не указана платформа не выбрана так android для по его да что у нас еще долгий кэш собственно здесь у нас вот у нас по его вот наш файл создался этого нам достаточно поэтому переходим как я уже говорил сюда вот пожалуйста вот он наш май а пока весь тонн 10 килобайт обратить внимание довольно таки мало его мы должны будем перекинуть на компьютер сейчас ой на компьютер на телефон я сейчас прикину на рутированный android и с него мы уже чуть позже продолжим запись пока поставлю на паузу момент передачи я думаю никому не интересен уж как-нибудь сами сможете передать что ж на телефон я его перекинул через telegram так скажем и потом мы его скачаем оттуда за кадром это сделал дальше ребят давайте напишем команду use и будем использовать экспорт который у нас называется вижу точнее в мульте извиняюсь мульте и handler handler вот так пишем следующую команду и дальше мы должны использовать команду сайт пайлот то есть установить пайлот полезную нагрузку и вот мы будем сейчас ставить этот самый android метр претер реверс ттп собственно пишем я уже ранее где-то писал вот здесь вот так посмотрим android жму колесик выделю чтобы не переписывать и в принципе здесь просто нажимаем enter пайлот установлен дальше нам необходимо установить используя команду сет наш самый л хост это мой хост мы должны установить тем же самым нашим и пи адресом вот этим вот копирую его отсюда установили дальше ставим его порт тот же самый наш порт а порт у нас был использовал вот этот вот поэтому вот так забираем вставляем сюда кота экспорт у нас под настроены готов к работе мы можем посмотреть его конфигурации написать shop шанс и мы видим что у нас вот они наши параметры прописать сюда которые мы вбивали видим что оба они обязательны пропустить их просто-напросто нельзя тоже для того чтобы экспорт сработал нам необходимо выполнить команду экспорт выполняем и у нас стартует наших прослушка дальше ребят мы будем переходить сейчас на телефон и я буду вести запись наверно одновременно с телефона и с компьютера и поэтому потом как-нибудь я это склею вы посмотрите уже после того когда ну я нажму там запущу какой-то софт пока я поставлю на паузу и проведу подготовительные действия ну что ж давайте вот не скачал в данного telegram и мы можем установить этот софт что ж давайте я жму сюда вот жму продолжить на компьютере кстати сейчас включу тоже запись запись на компьютере пошла и жмем кнопочку продолжить жмем что мы готовы ее установить установка прошла и у нас на нашем экране появляется некое приложение после его запуска у нас спрашиваются некоторые разрешения я выключу микрофон камеру ну во первых она на системе так отключена поскольку у меня телефон прошита и там уже некоторые конфиг настроены остальное я делаю оставлю нажму продолжить здесь сказано что приложение очень старое но мы готовы с ним работать все больше ничего не происходит по клику на него ничего дополнительно происходить не будет сказано что приложение очень старое но мы готовы с ним работать все больше ничего не происходит по клику на него ничего дополнительно происходить не будет теперь возвращаемся к компьютеру у нас видим что словилась одна сессия и эту сессию мы можем использовать написав команду help мы увидим все возможности нашего эксплойта вот так вот поднимем наверх например проверить рута давайте выполним эту команду как видим он говорит что у нас у нас девайс рутирован что действительно правда и камера тому же на системном уровне из-под труда отключена поэтому этот вирус если он был запущен из-под труда то он доступ туда займите принципе ты не сможет здесь на телефоне у меня есть также некий лог например кому я звоню можно выполнить этот дам к лог следующей команды и вот здесь вот у нас в нашей директории появится где у нас вот на этот файл открываем и видим что здесь действительно есть подобная запись о том кому я звоню сейчас то же самое я продемонстрирую на телефоне отдельно сниму чтобы вы могли убедиться что вот здесь используется такой номер нет был у нас исходящий собственно это действительно работает так на телефоне записи отключаем и давайте продолжим смотреть что у нас еще есть тут во первых мы можем отправить эсэмэску можем считать эти самые эсэмэски узнать локацию вот у нас есть дамп эсэмэс ок и тем самым можем обойти двухэтапную модификацию помимо этого мы еще много чего можем здесь поделать конечно узнать там биолокацию пользователя где он лазит записать его аудио просмотреть его камеру но здесь мы не сможем во первых я права забрал камеры на уровне системы и в принципе не довольно таки не проблематично если у нас все-таки телефон не настолько прошаренный всякие блин отключения этих триггеров и так далее а здесь есть телефон обычный обычного человечка то он как бы у нас будет работать очень прекрасно вот ap ap install можно даже ставить приложение используя приложение посмотреть вообще лист приложений установленных на нашем телефоне вот примерно так то выглядит да кодировка ребят здесь сорян можно поменять кодировку и видеть название нормальных приложений увидим что здесь установлен линейт шоэс в принципе хотя можно пошариться и здесь довольно таки много всякой информации можно на ведь даже удалять приложение можно в принципе блокировать там телефон и так далее очень много возможностей особенно если кто-то напишет собственный троян обычно этим занимаются эти спецслужбы пишут они свои подобные вещи и спокойно шается по телефону при том что телефон у нас даже никак не реагирует на камеру он может спокойно снимать записывать наши звуки аудио и так далее слушать наши разговоры это очень опасно если ваш телефон все-таки попал в такие руки например я советую вам поменять нафиг продать и принципе лучше завести новый чем сидеть и маяться думать о том что за вами наблюдают собственно что еще я хотел сказать что сейчас я продемонстрировал вот эту вот возможность используя локальные адреса используя эксплойт но тем не менее можно сделать так чтобы он работал и из сети то есть не только с локалки может например пройти туда энджирок какой-нибудь а если уж совсем специалист в этом деле то и в принципе написать свой какой-нибудь подобный софт но ребят я вас не призываю к этому учтите это демонстрация того чтобы знать как защищаться что какие-то возможности имеются поэтому имейте в виду хотя на форумах бывают сливы какие-то по поводу всяких там исходников так далее даже включая те же самых банковских троянов ни для кого не новости это и пишут в новостях как бы так скажем да поскольку были такие известные сливы как мазаин сливал какой там троян под андроида и после этого даже доктор веб писал касперский писал о том что ожидается новая волна троянов ну потому что исходники слиты базовая базовый год очень хороший ребята просто подцепляет себе этот код и начинает его изучать переделывать и модифицировать соответственно появляется на свет новый троян так ну на этом все мы будем заканчивать с вами был вас байт и до скорых встреч